всем доброго дня сейчас вам расскажем немножко про капельный полив у нас очень часто спрашивают про капельный полив как его подключить и раскручить в общем как он работает специально для stories с ними потому что у нас капельный полив на youtube канале есть можете посмотреть вот наша теплица сейчас мы тут делаем забор заделаем и как раз попутно расскажем смотрите капельный полив вот тут у нас стоит капельный полив жучок корневой то есть каждая капельница можно включить под каждый корень то есть куда вы хотите здесь там как вам удобно накапает значит еще он состоит от из таких трубочек тройничков и вот таких игл капельницы но для того чтобы эта система работала нужно нужно сделать трубопровод магистральный трубопровод я его сделал вот так по грядкам то есть вот она идет одна труба видите здесь она закольцована то есть закрыли заглушена и пошла вот так вот обычная труба три четверти и вот она вся эта разводка я закрепила просто купила такие есть плера крепеж на саморез и хомутик здесь протыкивается игла специально идет в комплекте протыкивается отверстие и вставляется тройник все ничего сложного воду я ничего не сливал сейчас сейчас покажу как в другом отделении сделать это была первая моя пробовал видите на тройнике он там в конце сидит видите он там да теперь идем дальше вот в этом отделении сделал по-другому здесь просто в одну трубу то есть от контролера пошла труба труба так и здесь закольцовано видите ваш в редко широкой там оказалось мало капельницы я сделал закольцевал вот так вот и здесь заглушил все то же самое то есть при таком способе намного лучше и легче не надо голову ломать тройники стоит цельная труба все это мы сделали значит магистраль к ней подключили этот капельницы следующий этап это конечно же откуда воду брать для того чтобы капельный полив работал как вам надо нужно ставить контролер вот он стоит видите они бывают двух видов по времени дни по времени и по влажности у меня стоят у нас стоят мы пользуемся по влажности мы их уже отработали уже пять лет уже привыкли к ним и все отлично только у них один минус надо вот эту вилку из опыта вот вот эта вилка идет по влажности и надо втыкать на глубину сантиметров 15-20 поглубже можно на 10 потому что верхний слой когда подсыхает он начинает капать и как корневую систему может залить просто залить поэтому его надо поглубже и отрегулировать значит у него показания здесь по влажности берем маль меньше влажность больше то он включается выключается какой вы установите влажность то есть показания какие он работает на батарейках электронной бывает еще механические то еще бывают виды механические электронные эти электронные двухпальчиков в батарейках обычных мизинчиковых все отлично соответствующие подключили переходники и шланг у нас пошел вот на такие две емкости на емкость 500 литров потому что из опыта выяснилось что мы дачники выходного дня и на неделю хватает чтоб запасом вдруг побольше уедем две емкости на 500 видите среди где-то за неделю уходит 300 400 500 литр то есть запасом 2 емкость стоит запасная они значит подпитаны значит вместе в одну линию но везде краны стоит здесь кран здесь кран чтобы если вот чего можно было отключить дальше идем здесь я еще поставил фильтр обычный фильтр который дома применяется стеклянная колба сейчас вот она ответит в ней фильтр но лучше я без фильтра ваша грязь оседает ничего страшно вот обычный фильтр также испортали вот такой фильтром моющийся нем нормально грязь задерживается умного раза в использовании его можно мыть потому что вот такие если брать он быстро забивается хватает буквально неделю хотя вода со скважины потому что в бочках тут тепло она все равно цветет вода дальше и ну и здесь получается система кранов один кран отключить если что линию вторую линию отключить ничего сложного такая система капельного полива отлично все работает в этом году нам показала отличные результаты можно хоть куда ставить под любой корень вот баночки там все у нас были в костях и так далее поэтому сейчас я покажу как он выглядит в упаковке сланчика идет капельный и там получается такие тройнички которые дыроком отверстия поэтому очень отличная система но чуть чуть надо поработать до этого мы испытывали капельную ленту она вообще самая простая самая простая то есть сейчас я здесь у меня нету даже кусочек ночью на капельная лента лабиринтного типа ее надо растягивать вот это оказалось лучше там получается вот это как она универсальная куда хотите под любой корень вы ее можете ставить а у лента лабиринта один минус они идут капельницы шагом 20 или 30 сантиметров то есть вот это вот ограничение и они прямые получается их надо раскладывать а тут вы можете сланчик любое место загнать поставить и будет капать где надо вот такой капельный полив у нас всем хорошего дня